Сегодня я расскажу о самой знаменитой овце в мире. Это овца по имени Долли. Итак, 15 минут про овечку Итак, начнем с того, что такое вообще клонирование. Клонирование это создание копий, поэтому такая иллюстрация копировальный аппарат. При этом мы можем копировать целые организмы, их клетки или даже отдельные молекулы ДНК. На самом деле современное клонирование это по большому счету молекулярное клонирование, то есть сейчас в основном занимаются копированием отдельных молекул, но история про овцедоли это все-таки история про клонирование целого организма, и поэтому об этом сегодня будет чуть больше. На самом деле клонирование это процесс довольно естественный, и в природе мы можем найти много примеров того, как организмы сами делают свои собственные копии. Например, так делают очень часто бактерии, ведомцы из одной бактерии две, четыре, там восемь и так далее. В генетической прогрессии это все возрастает, и все, все они генетически более-менее идентичны. Или такой пример, который каждый может вырастить на подоконнике, растение колонхоя, на листках которого образуются так называемые детки, это тоже вегетативное размножение, и по сути это тоже естественное клонирование. Более того, естественное клонирование бывает и у животных, включая человека, на самом деле то, что мы видим в определенной части слайда, идентичные близнецы, это тоже пример естественного клонирования, так называемая полиэмбриония, когда из одного зародыша фактически образуется два, и потом два уже целых организма, которые очень похожи друг на друга. У людей это бывает редко, а вот, например, у девятипоясных броненосцев, вот такие симпатичные бронированные зверушки южноамериканские, это происходит почти всегда. Самка броненосца рождает четырех детенышей, а для яйцевых близнецов броненосцев. Ну и здесь с этой стороны показан пример полиэмбрионии у насекомых, это наездники, мелкие насекомые, которые прорезируют на других насекомых. Мы видим вот сам наездника, который откладывает яйцо в яйцо гусеницы, которое намного больше по размеру, и потом из этого одного яйца развивается много личинок наездника, и они изнутри гусеницу съедают. То есть это фактически тоже пример клонирования, которое происходит без всякой помощи человеку. Что же можно сказать по поводу клонирования искусственного? Надо сказать, что на растениях люди рассловили его достаточно давно, и само слово клон, как ни странно, имеет происхождение вполне растительное, и означает веточку или побер. Ну и мы знаем, что такое черенкование, например, что если у определенных растений отрезать кусок стебля и его укоренить, то из него вырастет новое растение. Это будет самое настоящее планирование растений. С животными сложнее. Только лишь в 1885 году Дриш фактически осуществил первое искусственное планирование животных. Он работал с зародышем морских ежей. Он заметил, что если разделить ранний зародыш морского ежа на 4 части, то из каждой из этих частей разобьется самостоятельная личинка. Правда, она будет меньше, чем в новом. И таким образом можно из одного зародыша не одного морского ежа получить, а целых четырех искусственным разделением. Это было первое искусственное планирование. Далее, это уже не относится напрямую к планированию, это был важный шаг на пути к нему. Бои опыты на водорослях рода ацетобулярия. Это одноклеточные водоросли, но очень-очень большие. То есть вот каждая штуковина, которая в руке у кого-то сфотографирована, это одна клетка. И в нижней части этой клетки имеется ядро, оно здесь находится. И вот опытами на водорослях рода ацетобулярия, которые проводились, кстати говоря, в Германии в 35-м году, ну там, вспомните историю, что представляла собой Германия в 35-м году, то они доказали, что именно ядро клетки, оно отвечает за формирование всех наследственных свойств. В частности, тут соединяли между собой часть одного вида водорослей с ядром вместе с стебельком, так называемым. И верхняя часть водорослей вырастала вовсе не от того вида, от которого брали стебелек, а от того вида, от которого брали ядро. Хотя ядро находится дальше от этой части, чем стебелек. И таким образом установили, что на самом деле всем наследственным материалом заправляет ядро. А раз в ядре хранится весь наследственный материал, значит, пересаживая ядро, мы можем пересадить наследственный материал. И значит, наверное, сделать чью-нибудь куплю. Впервые это удалось показать на открытого взрослого организма Джону Гердену в 1962 году. То есть, на самом деле, достаточно давно. Так вот, Герден клонировал шпорцевую лягушку путем пересадки ядра. Что он делал? Он брал лягушачью икру из фактических яйцеклетки, из этих яйцеклеток удалял ядро их собственное, и пересаживал в эти яйцеклетки ядра, взятые из клеток кишечника головастика, того же ядра. У него получалась икринка с ядром кишечника головастика. И потом эта икринка развивалась в головастика, и потом уже в взрослую шпорцевую лягушку. Это был первый опыт так называемого трансъядерного клонирования, то есть клонирования с пересадкой ядер из клеток уже развитого организма, а не заработка. И за это через 50 лет, то есть в 2012 году, Гердену присудили половину Нобелевской премии. То есть он на самом деле 50 лет ее ждал. Ну, один вопрос, почему так долго данный вопрос Нобелевскому комитету, а второй вопрос, а за что же тут дали Нобелевскую премию? Неужели за клонирование лягушки как таковое? Ведь лягушек и так полно, зачем нам еще клонировать лягушку? Тем более, что с лягушки никакого общего пророка народному хозяйству нет. А тут дело не в самой лягушке в ее клонировании, а в том, что таким образом Герден доказал, что в ядре содержится вся информация для того, чтобы построить целый организм. Вот вроде бы кишечник-головастика, но каждая клетка кишечника-головастика знает не только, как построить кишечник-головастика, но и как построить всего головастика, и потом как заставить этого головастика превратиться в лягушку. Вот это уже стоит нужно. И вот мы подходим к нашей непосредственной истории. Это отцы, овцы доли, Ян Вилмут и Кейт Кемберл из Рослинского института. Кейт Кемберл, кстати, плохо закончил, но не будем учиться об этом. А Ян Вилмут, по-моему, до сих пор была получена жизнь. И вот в Шотландии, в Рослинском институте, они планировали овцу. То есть это классический случай тех самых британских ученых, которые что-то там сделали. Что же они сделали? Да на самом деле то же самое, что сделал Герден. То есть они взяли яйцеклетки овцы, удалили из них собственные ядра и далее практически привносили туда ядра из фоматических клеток, то есть из других клеток. Причем эти другие клетки они брали от овцы совершенно другой порог. Ну и далее эти эмбрионы они подсаживали тоже овцам в фородатный материал и далее дали рождение уже, собственно, клонов. То есть на самом деле принципиально они не сделали по сравнению с Герденом уже ничего нового, хотя прошло после того, как Герден сделал свои эксперименты, уже более 30 лет. И вот возникает вопрос, зачем же они, собственно, взяли с заклонирования овцы, это ничего принципиально научно нового, а в этом уже не было. Как ни странно, тут не обошлось без исследований, которые имеют медицинский характер. То есть цель у них была связана с медициной. И вот здесь представлена на этом слайде картинка, имеющая сюда самое прямое отношение. Это картинка свертывания крови. Вы можете сказать, ну где свертывание крови, а где овца? Но на самом деле связь здесь нет. Смотри, что такое свертывание крови? Это процесс, который приводит к тому, что когда мы поранились, то кровь у нас рано или поздно перестает идти, причем не тогда, когда она у себя вытекла из организма, а немножко раньше, потому что образуется тромб и кровь прекращает вытекать. Прекращает она вытекать, потому что образуются нитки белка феврина, в которых застреют клетки крови, и, соответственно, такая заплатка препятствует дальнейшему вытеканию крови. И это очень важно, потому что если бы этой системы не было, то из нас просто вытекло бы все кровь. Но в то же самое время, если бы эта система никак не регулировалась, и у нас тромба образовывалась бы где, собственно, захочется, то тогда просто у нас бы блокировалось травообращение по важным кровеносным сосудам, просто тромбы перекрыли бы какой-то важный кровеносный сосуд, и мы бы тоже умерли. Поэтому для регуляции этого процесса имеется очень сложная схема. Сейчас я не собираюсь ее объяснять, в чем она конкретно состоит, а скажу лишь то, что для того, чтобы произошло это превращение, для того, чтобы образовались вот эти нитки крови, февриновые нитки, нужно взаимодействие большого количества веществ, которые называются факторами свертывания крови. И вот иногда некоторых из этих факторов свертывания крови, которые обозначены здесь красным, не хватает, например, девятого или восьмого фактора свертывания крови. И тогда у человека будет болезнь, которая называется гемофилия, или несвертывая гост крови. Я, кстати говоря, еще иногда называю королевской болезнью, потому что она одно время кочевала по монархиям Европы, очень здорово, и досталась она монархам Европы ни от кого другого, как от королевы Виктории. Вот та самая королева, которая была при легендарном Шерлоке Холмсе, да, Канандоевском, вот эта была королева Виктория как раз, прожила, процарствовала очень долго, пока ее в последнее время не перещеголяла во времени царствования Елизавета II. И вот она всем своим потомкам, ну вернее всем, а включительно их счастье, передала гему гемофилии этого наследственного заболевания, это добралось в том числе до Российской империи, где сын последнего русского царя Николая II, цесаревич Алексей, страдал этим заболеванием, от которого его пытался лечить Распутин. И вот влияние Распутина на политику Российской империи, оно объясняется в значительной степени наличием вот этого генетического заболевания. Ну что самое худшее, что болеют этим генетическим заболеванием не только цари, потому что собственно бог и с ним, но и простые люди, которых надо как-то лечить. А как лечить? Им нужен фактор свертывания крови. И возникает вопрос, откуда его взять? А взять его можно либо от других людей, но это дорого и сложно, либо можно сделать это биотехнологическим, то есть при этом химптом биологическим хитростям. Можно, например, вставить ген свертывания крови в бактерии, эти бактерии будут жить в кастрюле, биореакторе, и синтезировать нам фактор свертывания крови. Можно попытаться исправить человека на генетическом уровне, чтобы человек, который не может свертывать кровь, чтобы он резко этому научился. А вот Ян Вимбут и Кейт Кемббл, они пошли по другому пути, они сказали, а вот мы сейчас сделаем трансгенную овцу, которая будет давать молоко, а в этом молоке будет лекарство, фактор свертывания крови человека, будет такое целебное молоко. Но поскольку сделать трансгенную овцу сложно, то мы сделаем одну трансгенную овцу и потом ее раскламируем, и у нас будет много трансгенных овец. Но, к сожалению, это оказалось не так просто, потому что клонировать овцу оказалось очень сложно. На самом деле, они начали с 277 яйцеклеток, в которые были пересажены ядра. Из них только лишь 29 эмбрионов начали развиваться, их подсадили суррогатным матерям, и сам процесс подсаживания там был тоже довольно своеобразный. И родилась в результате всего этого всего лишь одна единственная несчастная овца, о которой мы, собственно, сегодня и говорим. А говорим мы о ней потому, что родилась она примерно 20 лет назад. То есть она родилась в июле 1996 года, и мы, собственно говоря, готовимся отпраздновать у нее потенциальное 20 лет. Изначально имени Долли у нее не было, и назвали ее романтическим именем номер 6ЛЛ-3. Но потом решили придумать ей имя и назвали ее в честь Долли Партон. А Долли Партон, это вовсе никакая не исследовательная цепиолог, как можно было подумать, и не овца-заботчица, да? Это известная попсовая певица. И она поет в жанрах поп, кантри, и она, например, написала песню «I will always love you». Правда, она больше известна в исполнении Уитни Хилстон, конечно. «And I will always love you», ну, пою я поп, а не так, как Долли Партон. Но автором является Долли Партон. Ну, собственно, почему? Неужели овца так музыкально блеерла? Оказалось, совсем дело в том, что овцу клонировали из клетки, которая была клеткой молочной железы. Ну, а теперь овцы. А теперь посмотрите на Долли Партон и угадайте, какая же здесь связь и почему овцу назвали в ее честь. То есть это было неспроста. На самом деле, Долли, в отличие от Долли Партон, которая до сих пор живет, здравствует и поет, прожила недолго. И сейчас она, в общем-то, уже давно мертва, и мы можем видеть ее чучело в Национальном музее в Шотландии. Но что, собственно говоря, было Долли во время ее жизни? Она прожила примерно вдвое меньше, чем могла бы прожить. То есть всего шесть с половиной лет. Она практически не выходила из здания. Ее боялись отпускать, потому что боялись, что ее выкрадут или как-то обидят. При этом она довольно успешно размножалась и родила шесть здоровых ягнят, но при этом очень сильно болела. У нее был артрит заболевания суставов, у нее были заболевания легких. В 2003 году ее пришлось, к сожалению, усыпить, чтобы она не мучилась дальше. И вот возник вопрос. А почему она так рано умерла? Может быть это потому, что клоны, они вообще ущербные? И вот была высказана такая гипотеза. Вот смотрите, мы взяли клетку из какой-то ткани, которая уже прожила какое-то время. И она уже имела какой-то возраст. И значит, этот возраст, он переходит и всем клонам. И объясняли это, прежде всего, наличием так называемых телометов. Что это такое? Значит, вот смотрите, у нас здесь хромосомы. Вот у нас, например, у людей 46, у вес какое-то другое число. И на конце хромосомы имеются так называемые телометы. И вот при каждом делении клеток, которые неизбежно происходят в хромосте и развитии, эти теломеры укорачиваются. И поэтому с возрастом теломеры у хромосом все короче, 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 и потом клетка просто уже не может делиться и погибает. И вот говорили, что у клонов изначально теломеры короткие, значит, поэтому доля родилась уже старой, значит, поэтому она так мало и прожила. Потом начали проверять, так ли это на других животных. И где-то выяснили, что так, где-то выяснили, что не так. Так вот, выяснилось, что, во-первых, у клонов есть проблема, возможно, это крайнее старение из-за упороченных теломер. Эту проблему уже частично удалось решить. Но выявились и другие проблемы. Оказалось, например, что у клонов могут быть неверные эпиденетические метки на хромосом. Дело в том, что помимо той информации, которая записана в ДНК напрямую, при помощи генетического кода, исчезает так называемая эпиденетика, сверогенетика. Это модификация самой ДНК, или белков, на которые они намотаны, на гистоновых белков, которые включают или выключают определенные гены. И вот, на самом деле, у клонов могут включаться или выключаться неправильные гены. И это ведет к нарушениям их развития низкой эффективности клонирования. Ну, а кроме того, есть еще и биоретические проблемы. Потому что всех интересует, вот как-то так мы взяли, сделали чью-нибудь копию, и как с этим жить дальше. На самом деле, после овцы клонировали уже целую кучу разнообразных лекопитающих, включая кошку, собаку, мышу, свинью и даже верблюда. Я лично перестал следить за успехами в клонировании, когда прочитал про клонированные генетки. Я понял, что дальше уже, видать, ничего хорошего. И эта индустрия разбивается. В Китае планируют клонировать тысячу, и так не миллионы животных, и для этого специально строят целую оборудованную папку для клонирования. Но китайцы, в общем-то, можно понять. Дело в том, что население Китая, оно, в общем-то, стремительно увеличивается. Запросы его растут с промышленным развитием. Ему нужно очень много мяса. Вопрос. При чем здесь клонирование? Неужели коровы не могут нарожать телят без всякого клонирования? Могут. Но путем клонирования мы можем сделать много копий высокопродуктивных животных, которые дают много мяса, много молока, и таким образом лучше соответствуют запросам. Кроме того, теоретически, можно было бы клонировать вымерших животных, например, мамонты. Есть даже план по клонированию мамонта с использованием яйцеклеток слона и ДРК, которая якобы там сохраняется в достаточно хорошем количестве в замерзших тушах мамонта. Но пока что не удалось клонировать не то, что мамонта, а даже и берийского козла, который умер буквально на нашей памяти меньше ста лет назад. Так что до мамонта нам еще далеко не клонировали. А кроме того, можно клонировать домашних питомцев. Вот, например, посмотрите. Первый клон кошки, так называемая Си-Си, или Копи-Кэп, как он копия, которая была создана аж в 2001 году. Заманчивая идея. Ваша кошечка сдохла, а мы ее возьмем и клонируем. И у вас будет точно такая же, как будто это она и есть, и она не умирала. Видите, как очень удобно. Но тут оказалась одна заковыка. Вот, посмотрите. Это оригинальная кошка Рейнгл, с которой, собственно, делали клон, а это ее копия, собственно, Копи-Кэп. Как видите, они практически ничем не отличаются. Или нет? Нет, на самом деле они отличаются. На самом деле выглядит кошка Копи-Кэп, хотя она генетически является клоном, иначе, чем оригинал. И поэтому идея с клонированием домашних питомцев, к сожалению, коммерчески провалилась, и фирма, которая этим занималась, она, в общем, обогонялась. Что касается клонирования людей. Его пока еще не сделали. То есть пока нет ни от того свидетельства, что клонировали человека, хотя сериал, который смотрела моя бабушка, уже сняли. Но я уже не говорю про атаку клонов, которая там в «Звездных войнах», но это, как понимаем, фантастика, но и вполне вписанный в реальный мир клон, причем который такого же возраста, как оригинал, хотя он был изготовлен позже, который так же выглядит, что, естественно, невозможно. Но бабушка посмотрела сериал с большим интересом. Но в чем же на самом деле перспективы клонирования? На самом деле изготовить точную копию какого-то человека, Моцарта, Гитлера, Путина или кого угодно, нам не получится. И может быть оно и к лучшему. Но для чего же может быть использовано клонирование на самом деле? Оно может быть использовано клонирование человека, которое пока не получается, например, в терапевтических целях, для того, чтобы вырастить из клонированной зародыша зародыша тканей и органов, которые могут потом быть использованы в трансплантации. То есть не целый человек у нас клонированный, а какие-то определенные ткани и органы. Можем делать культуру стволовых клеток, из этих стволовых клеток сделать клетки для лечения пациента. Ну и следующим, собственно, логическим шагом на развитие этой технологии было молекулярное, как раз таки, клонирование, примененное синей яманапой для получения индуцированных стволовых клеток. То есть это таких стволовых клеток, которые были сделаны из самых обычных клеток организма путем пересадки в них определенных генов. И, кстати, говоря именно за это, сидя яманапа получил вторую часть Нобелевской премии, первую часть которой, как я уже говорил, получил Джон Бёрдман. Причем в Яманапе повезло гораздо больше, потому что ему дали премию через 5 лет, после того, как он опубликовал свою работу Джон Бёрдману, через все 50. Ну и, собственно говоря, технология планирования развивается, не стоит на месте. И хотя сейчас идеи трансъядерного клонирования отказались, и овца доли прожила недолго, но мы обязаны ей, в общем-то, значительным развития биологической науки. Можем мы овцу доли за это поблагодарить. Так что радуйтесь о том, что овца такая была. Посмотрите в Википедии, какого числа она конкретно делала, можете задуть за нее свечи на торте, что она сама уже из Национального музея Шотландии не может сделать. И благодарю вас за внимание. Будут ли вопросы по овце? Ну, я не стал сюда уже включать в лекцию вопросы законодательства, потому что они довольно сложны, и есть большое предубеждение против клонирования, связанное с тем, что как бы чего не вышло, и вообще никогда наши деды не клонировали никого, а тут мы решили клонировать, с чего бы это было. Поэтому клонирование человека, репродуктивное, оно, в общем-то, везде запрещено, клонирование животных где-то запрещено, где-то регулируется. В общем, в разных странах есть по-разному, но это связано не с тем, что от этой технологии исходит какая-то реальная большая опасность, скорее, а с тем, что вот просто много чего хотят люди зарегулировать, просто они очень очень понимают. Я официально эту тему не очень понимал, не знаю, как там молодое склонирование, как мы говорим, в Украине склонирование так себе дела. Еще один вопрос. Еще вопрос. Вы говорили о клонировании мамонта, ну, я так понимаю, для этого нужны огромные куски ДНК мамонта, где-то на лекции. Ну, кроме того, что мы используем это к этому. Да, у меня там тоже она планирует. А нам надо как-то сказать, разломаться, то есть, надо лежать. Нет, не важно, что живой клетки мы играли, я это не имею. На самом деле, по поводу живой клетки, я подозреваю, что вопрос состоит. На самом деле, овца, из которой клонировали долли, она живой не была. Это было замороженное вымя в морозилке, на тот момент, когда его брали. То есть, поставить овцу долли рядом с ее прообразом и сказать, да, боже мой, они же одно лицо, хотя, у вас они в общем все, одной породы на одно лицо. Так не получилось бы сделать, потому что та овца была там номер два. То есть, тут как раз не вопрос в том, что нельзя из замороженных тканей, что-то сделать. Проблема в том, что действительно, целая ДНК в тканях мамонта, настолько целая, чтобы ее было полное вино, но действительно, пока нет, выбирать ли мы ее откуда-нибудь в такую извлечен, разве что ее синтезировать, там, по кускам собирать, дискуссия, но до этого еще далеко. Повторюсь, что пока что не удалось возродить даже иберийского козла, хотя задача спланирования иберийского козла значительно проще, чем спланирование мамонта, потому что от него у нас даже остался нормально, в нормальных условиях завороженный материал. В отличие вот мамонта, где мы емцы на вечную игру в воду. А не на техноблоке. Так что, что с козлом? Ну, что с козлом не так? Не знаю, вот не удалось склонировать, может быть, это трудности временные технологические, собственно говоря, и отсюда удалось склонировать, собственно говоря, одну из 277 изначально, поэтому, может, они просто мало пробовали, и я представляю, как будет на фабрике в Китае, если они хотят тысячу клонов посадить, то сколько там китайцев, китаянок надо посадить для эту работу, ну, они будут все это позволить умножить масштабовым, там, что надо. Вот эти все 277 клеток, которые расставили в 20 клетках, они были как-то с одного пыльника? Да. Ну, у меня оно большое, у меня клеток много. А, ну, что они думают из разных? Нет, это брали, нет, ну, я не знаю, на самом деле, достоверную, насколько я переной, но в уме можно взять очень много клеток, потому что клетки просто очень, очень маленькие. Будут ли еще вопросы? Как использовали ли овцу-доли для наработки этих факторов сверху? Ну, сама овца-доли, на самом деле, трансгентной не была, на ней отрабатывали технологию клонирования, но позже, действительно, получилось создать клонированных уже трансгентных овец, которых назвали уже полли и молли, уже в честь доли овцы, и они действительно были трансгентными, действительно вырабатывали один из факторов сверху и это получилось. Делать, но сколько это может привести к промышленности, по-моему, пока нет, но вообще сама технология овец, которые дают молоко с чем-нибудь, ну, она одна из тех, которые я посмотрю. Важно ли как-то технологии клонирования в генной инженерии? Ну, в генной инженерии это изготовление трансгенных организмов, то есть как раз таки это в рамках проектов по генной инженерии и так раз и было. Я бы даже сказал, что и сама процедура клонирования в принципе можно отнести в генной инженерии в днях, в клеточной инженерии, скорее, да. То есть это разные стадии развития этих технологий. То есть на самом деле сейчас нам уже не обязательно брать яйцеклетку, пересаживать туда ядро, сейчас уже идет работа в основном со стволовыми клетками просто на молекулярном уровне, точно так же, как первые автомобили были похожи на кареты, которые не нужно было запрягать лошадь, а потом поняли, что автомобиль вообще не обязательно должен быть устроить как карета, он может быть устроен и наше. и наше. И что стало шестью потомками овцедоли? Судьба потомков мне достоверно, кстати говоря, неизвестно. Думаю, что за их жизнью наблюдали и смотрели, нормально ли они развиваются. Кстати говоря, мне казалось, что помимо потомков овцедоли, что из той же молочной железы впоследствии еще делали толку. То есть на самом деле доли в некотором каком-клональном смысле даже я не удивлюсь, если она и до сих пор может какой-то от нее уклон остался, да, я уже за этим не так пристально следил, можно как раз попытаться зайти на сайт Рослинского института, на котором как раз большая вкладка доли 20 лет, и там возможно написано о чем-нибудь. Пока не похоже. Дело в чем, почему не сохранился внешний вид у домашних котовцев? Ну на самом деле в таком смысле он не сохранился. Он не сохранился идентично. То есть это была кошка той же породы, с той же длиной шерсти, а вот окрас этой шерсти он отличался. Почему? Дело в том, что даже если две кошки являются точными копиями, если они, образно говоря, однояйцевые близнецы, то у них шерсть будет все равно разная, потому что механизм формирования пятер на шерсть он более-менее случайный в развитии. И даже если попытаться, образно говоря, прокрутить развитие одной и той же кошки несколько раз, то результат в этот раз вероятно будет разным. Машинного времени у нас нет, это мы проверить не можем, зато если мы возьмем генетически одинаковых кошек, и они будут развиваться, то они все равно по пятному по расположению пятен на шерсть и будут разные. Так же, как иногда разные по каким-то мелким признакам бывают на близнецом человека. То есть полностью по внешнему виду сделать копию мы не можем. А, например, такие хозяйственные ценные признаки, например, удойность у скота, наработка определенного количества мышечной массы, еще шерсти, еще что-нибудь по массе, вот это высокая вероятность из-за того, что это преклонирование не сохранится. То есть в сельском хозяйстве, наверное, планирование удара, в изготовлении идентичных домашних питомцев и идентичных людей, наверное, нет. Будут ли еще вопросы? и если вопросов больше не будет, тогда я предлагаю приступать к очень интересной стадии нашего сегодняшнего собрания. Помимо пищи для ума, у нас есть некоторое количество пищи вполне материальной, в основном представленной яблоками и водой. Я на этом месте объявил перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!